Итак, ребята, за окном дождь, а мы с вами продолжаем эту рубрику повторения тем, которые вы уже прошли, но успели хорошенько забыть, рубрика проверочной работы по физике. Сегодня у нас тема динамика. Да, и опять же повторюсь, если вы еще не решали тест, то, пожалуйста, перейдите по ссылке под видео, пройдите тест, потом посмотрите то, что у вас не получилось. Ну что ж, начинаем. Скорость автомобиля массы 1000 кг, движущегося вдоль оси ОХ, изменяется со временем в соответствии с графиком. Систему отчета считать инерциальной, чему равна равнодействующая всех сил, действующих на автомобиле. Ну, тут нам надо с вами вспомнить, что сумма всех сил, действующих на автомобиль, равна произведению массы на ускорение. Это второй закон Ньютона, нам об этом говорит. Ну, это, понятное дело, все в векторной форме записывается. Причем он у нас движется только по одной оси Х, поэтому если мы узнаем ускорение по оси Х и умножим на массу, то мы тем самым узнаем сумму всех сил. И тут нам надо вспомнить, что если у нас есть график зависимости V от T, то тангенс угла наклона этого графика будет являться ускорением, будет равен ускорению. И давайте вот здесь выберем какую-нибудь точку. Ну, допустим, точка, если тут будет 10 скорость, то время не пройдет. А, 10 не очень удобно. Давайте лучше возьмем то, что хорошо попадает. Вот 8, то время пройдет 16 секунд. Тут просто четко по клеточкам видно. И тогда ускорение будет равно, ну, изменение скорости у нас от 0 до 8, 8, время прошло 16, то есть ускорение 0,5 метров на секунду в квадрате. Ну и теперь с учетом того, что масса 1000 килограмм, мы понимаем, что 1000 килограмм умножить на 0,5 будет равно 500 ньютонов. Ну и 500 мы просто пишем в ответ. Брусок массой 3 килограмма положили на шероховатую наклонную опору. На него действуют три силы. Сила тяжести, сила нормальной реакции опоры и сила трения. Чему равен модуль равнодействующей сил трения и реакции опоры, если брусок равномерно движется вниз вдоль опоры? Да, ну тут давайте сделаем с вами рисунок. Получается, мы знаем, что наш брусок движется вот с какой-то скоростью, причем V равно константа, раз равномерно, значит A равно 0. Это означает, что сумма всех сил, действующих на данный брусок, тут в данном случае сила тяжести, сила реакции опоры и сила трения, все это в сумме будет давать 0. Причем именно если в векторной форме это все записывать. В данном случае нас просят найти сумму реакции опоры и силы трения. И из этой формулы, прямо вот в векторной форме, если все это дело оставить, мы видим, что сумма именно векторов будет равна минус mg. Откуда мы понимаем, что модуль этой суммы, то есть тут векторы, и от них мы берем модуль, будет равен просто массе на ускорение свободного падения. И с ученым того, что у нас масса в этой задаче 3 килограмма, мы понимаем, что эта сумма будет равна 30 ньютонам. Готово. Камень массой 200 грамм брошен вертикально вверх с начальной скоростью 20 метров в секунду. Чему равен модуль силы тяжести, действующий на камень в момент броска? Ну, модуль силы тяжести никак не связан со скоростью. Это здесь находится скорее, чтобы запутать. Модуль силы тяжести равен просто mg. И тут получается, мы 0,2 умножаем на 10. И получаем в ответе 2 ньютона. Расстояние от спутника до центра Земли равно 4 радиусам Земли. Во сколько раз увеличится сила притяжения спутника к Земле, если расстояние от него до центра Земли станет равно 2 радиусам Земли? Давайте сделаем рисунок для этого. Вот у нас с вами летает спутник. Он находится на расстоянии до центра Земли. Тут важно, что это именно расстояние отсюда до центра. Вначале это равно 4 радиуса Земли. После этого мы переносим его на более близкое расстояние, равное 2 радиусам Земли. И нас спрашивают, во сколько раз увеличится сила притяжения спутника. Здесь мы с вами должны вспомнить закон всемирного тяготения. g m1, m2 делить на r квадрат. Получается, раз радиус у нас уменьшается в 2 раза, то отсюда следует, что квадрат радиуса будет уменьшаться в 4 раза. Значит, в ответ мы просто так и пишем четверку. Во сколько раз масса Юпитера больше массы Земли, если сила притяжения Юпитера к Солнцу в 11,8 раз больше, чем сила притяжения Земли к Солнцу? Давайте это запишем. FUS равно 11,8 F Земля-Солнце. Расстояние между Юпитером и Солнцем в 5,2 раза больше, чем расстояние между Солнцем и Землей. Ну, кстати, вы это должны знать. Это вот то, что Юпитер находится на расстоянии 5,2 астрономических единиц. Это вам пригодится в астрофизике. Советую по этому поводу посмотреть на моем канале видео правила Тициуса Баде. В общем, нас просят найти отношение масс. Масс Юпитера к массе Земли. И давайте для начала запишем формулу закона всемирного тяготения G. Масса Солнца на массу какой-то планеты делить на квадрат расстояния получается. И тогда, если мы поделим одно на другое, у нас получается сила Юпитера делить на сила Земли, ну, притяжение Юпитера к Солнцу и Земли к Солнцу равно, если G на G делить, то оно сокращается. Если массу Солнца, то она и там, и там у нас будет, она сокращается. Тут пишем массу первой планеты Юпитера делить на массу Земли. И так как сила обратно пропорциональна квадрату расстояния, то здесь у нас будет теперь фигурировать внизу радиус Юпитера в квадрате, а здесь будет радиус вращения Земли вокруг Солнца в квадрате. И теперь, если мы отсюда будем выражать МЮ делить на МЗ, то у нас получается МЮ на МЗ, F Юпитера на F Земли умножить на отношение их квадратов, их радиусов. Прямо так и запишем сразу. И тут у нас уже, к счастью, все дано. Тут 11,8, здесь 5,2 в квадрате. Если все это посчитать на калькуляторе, благо, калькулятор вам дают, то получается 319,072. Но нас просят округлить до целого числа, поэтому ответ будет просто 319. Вот тут примерно равно. На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости пружины от ее удлинения при деформировании. Определите жесткость пружины. Значит, мы с вами тут должны воспользоваться формулой, что F упругости равно, вообще говоря, минус K на дельта Х. Но в данном случае нас интересует только модуль. И мы без знаков берем вот это все. Тут модуль, тут модуль, без всяких проекций. И тогда жесткость пружины может быть найдена по графику. Если мы возьмем точку для упругости 20 ньютонов, то удлинение пружины у нас будет 0,5 метров. Ну и тут очень хорошо вычисляется. Получается, коэффициент упругости будет 40 ньютонов делить на метр. Кубик массой 1 килограмм покоится на гладкой горизонтальной поверхности стола, сжатый с боков пружинами. Жесткость правой пружины 800 ньютонов на метр. Левая пружина действует на кубик с силой 16 ньютонов. Определите удлинение правой пружины. Ну смотрите, ребят. Вот у нас, ну допустим, эти пружины к себе притягивают, хотя они могли его издавливать. Тут заранее не скажешь. Ну пусть вот эта пружина тянет на себя. С жесткостью К2 у нее здесь. Получается К2Х2. Это сила, с которой действует эта пружина. Ну вот тут F упругости 2. Она равна К2Х2. А тут действует сила упругости 1, которую нам даже с вами дали. Она равна 16 ньютонам. И так как наше тело находится в состоянии покоя, оно неподвижно, то мы понимаем, что F1, ну опять же, по модулю будет равно F2. И получается, что так как мы знаем, что F1 это 16 ньютонов, а К2 равно 800 ньютонов на метр, то мы можем найти удлинение правой пружины. Тогда Х2 будет равно 16 делить на 800. Сокращаем на 2, получается 0,02 метра. Но тут важно посмотреть, в чем нас просят записать ответ. Нас просят его записать в сантиметрах. То есть в ответ пишем двоечку. При исследовании зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления FD были получены следующие данные. Чему равен коэффициент трения скольжения по результатам исследования? Я не знаю, зачем нам дали столько данных. Сразу же понятно, что вот если у вас опора и реакция опоры N, сила давления тела на опору FD, то по третьему закону Ньютона эти две величины будут равны по модулю и противоположно направлены. Но здесь нам направление не нужно. Нам главное, что мы с вами просто знаем модуль значения силы реакции опоры. Можем взять, например, первое значение, которое здесь равно 2 Ньютонам. То есть если реакция опоры 2 Ньютона, сила трения будет 0,6. И отсюда по формуле для силы трения мы можем с вами посчитать, чему равен коэффициент. То есть он будет 0,6 делить на 2. И в ответ мы с вами пишем 0,3. При проведении эксперимента ученик исследовал зависимость модуля силы упругости пружины от длины пружины, которая выражается формулой F равно KL-L0, где L0 длина пружины в недеформированном состоянии. График полученной зависимости приведен на рисунке. Выберите два утверждения, которые соответствуют результатам опыта. Под действием силы равной 6 пружина разрушается. Но мы с вами видим, что под действием силы 6 Ньютонов у нас просто не нарисован дальше график. Но это абсолютно не означает, что пружина начинает разрушаться. Так что давайте пометим первое утверждение как неверное. В процессе опыта жесткость пружины сначала уменьшается, а затем увеличивается. Тут хотелось бы обратить ваше внимание, что для данных графиков получается жесткость пружины равна отношению силы к величине удлинения пружины. Ну и надо, конечно же, добавить здесь модуль, потому что удлинение может быть положительное, может быть отрицательное, а жесткость у нас, понятное дело, будет положительная величина. Поэтому мы видим, что тангенс угла наклона прямой здесь одинаковый. Она сначала возрастала, убывала, потом возрастала, но и там, и там угол один и тот же. Значит, жесткость у нас не менялась. Жесткость пружины равна 100 Ньютонов на метр. Ну а вот это мы можем с вами уже проверить. Давайте возьмем промежуток от 2 сантиметров до 6 сантиметров. И за это время наша пружина сжалась до нерастянутого состояния. Вот это у нас L в сантиметрах причем. Это сила в ньютонах. И получается, что жесткость будет равна 4 Ньютона делить на 0,04 метра. То есть я 6 минус 2, это 4 сантиметра, перевел в метры, чтобы была система Си. И у нас тогда получается 100 Ньютонов на метр. Ура! Первое верное утверждение, ставим галочку. Идем дальше. Длина пружины в недеформированном состоянии равна 6 сантиметров. Ну, это очевидно, это видно по графику, что если у нас длина пружины 6 сантиметров, то сила упругости равна 0. Поэтому давайте отметим его как правильное. Под действием силы 2 Ньютона пружина сжимается или растягивается на 4 сантиметра. Нет, нет, друзья. Обратите внимание, что если мы вот по графику будем с вами смотреть, если у нас действует сила 2 Ньютона, то у нас будет либо 4 сантиметра длина, либо 8 сантиметров. И там, и там она не на 4 сантиметра сжимается или растягивается, а на 2. Так что это неправильное утверждение. Мы ставим в пятом пункте крестик. В результате торможения в верхних слоях атмосферы высота полета искусственного спутника над землей уменьшилась с 400 до 300 километров. Как изменилось в результате этого скорость спутника и его центростомительное ускорение? Так, ну, то есть вот смотрите, вот у нас был спутник, он сначала летал на высоте 400 километров, а потом решил немножко опуститься и оказался на высоте 300 километров. Получается, масса у него в этом процессе, естественно, не поменялась, то есть меняется только высота. И нас просят узнать про скорость спутника и про центростремительное ускорение спутника на этой высоте. Значит, ну, давайте прежде всего, опять же, запишем закон всемирного тяготения. Тут масса большая, тут маленькая. gm на m делить на r квадрат, где m масса спутника, m большая масса земли. r не радиус земли, а расстояние от центра до сюда. Вот, то есть немножко другая перемена. Так, значит, и с другой стороны мы можем расписать f как m на a центростремительное, так как спутник, понятное дело, движется по круговой орбите вокруг планеты, а центростремительное может быть расписано как v квадрат делить на r. И если все это дело подставить, у нас получается v квадрат делить на r умножить на m равно gm делить на r квадрат. Массы у нас сокращаются, один из радиусов у нас сокращается, и получается, что скорость будет равна корень из gm делить на r. Ну, вообще говоря, мы с вами вывели только что первую космическую скорость, то есть какой скоростью должно двигаться тело на этой орбите. Вы эту формулу также могли запомнить и использовать. И получается, если у нас с вами уменьшается радиус, то само число, то скорость, получается, увеличивается. Ну, что логично. Получается, чем ближе ты находишься к объекту, тем быстрее тебе нужно вокруг него бегать, чтобы на него не свалиться. Так, теперь давайте поговорим про a центростремительное. Оно, ну вот судя опять же по этой формуле, будет равно v квадрат делить на r. Если подставить v квадрат, мы получаем gm делить на r и еще раз опять же делить на r. То есть получается gm делить на r в квадрате. Получается, с уменьшением радиуса орбиты, по которой вращается тело, а центростремительное будет увеличиваться. То есть получается и сюда, и сюда мы пишем единичку, где 1 означает увеличилось. После удара шайба массой m начала скользить со скоростью v вверх по плоскости, установленной под углом горизонту. Переместившись вдоль оси OX на некоторое расстояние, шайба соскользнула в исходное положение. Коэффициент трения шайбы о плоскость равен μ. Установить соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. Так, давайте сделаем рисунок. Первое, что нас просят найти, это модуль ускорения шайбы при ее движении вниз. То есть, когда наша шайба уже поднялась и начала скатываться вниз, нас просят найти модуль ускорения этой шайбы. То есть, тут действует mg, тут действует n. Получается, нас просят найти модуль ускорения, когда тело начинает уже скатываться вниз. И здесь мы отмечаем все силы, которые будут действовать на это тело По оси Y Тут, кстати, угол альфа Все про это, надеюсь, знают По оси Y у нас будет получаться N минус mg косинус альфа равно нулю По оси X у нас будет mg синус альфа Минус силы трения, которая Давайте сразу запишем как μn Будет равна массе умножить на ускорение И если здесь вот из первого уравнения выразить N У нас получится mg косинус альфа И при подстановке сюда мы получаем mg синус альфа Минус μ mg косинус альфа Равно массе на ускорение И если везде массы сократить То мы получаем с вами g умножить на синус альфа минус μ косинус альфа Что соответствует первому из предложенных пунктов Что же касается проекции силы тяжести на оси X То эта проекция будет равна mg синус альфа Ну потому что нам нужен противолежащий катет Это и будет составляющая проекции силы тяжести на оси X Значит синус И в ответ мы пишем третий пункт Искусственный спутник обращается по круговой орбите На высоте 800 км от поверхности планеты То есть вот тут давайте запишем 800 км Радиус планеты 6200 км И тут тоже нам радиус дан Ускорение свободного падения На поверхности планеты Равно 7 метров на секунду в квадрате Значит если бы наше тело тут находилось То ускорение было бы Вот здесь давайте его g обозначим И это g равно 7 метров на секунду в квадрате И нас спрашивают Чему равна скорость движения спутника по орбите То есть наш спутник вот так как-то вращается И нас просят найти его скорость Ну значит получается Если мы находимся на поверхности земли Давайте это r обозначим Это за h Если мы находимся на поверхности земли На тело действует сила тяжести mg И она равна вот такой величине Масса у нас сокращается Отсюда мы понимаем что Давайте gm отсюда выразим Потому что мы его не знаем gm будет равно g r квадрат С другой стороны мы уже вводили с вами формулу Первой космической скорости Корень из gm делить на r Но тут у нас тело же не на высоте r находится А на высоте r плюс h Поэтому давайте так и запишем Да скобочка тут не нужна И при подстановке у нас с вами получается Корень из g r квадрат делить на r плюс h Ну и кстати тут r выносится из-под корня И остается вот такая величина Давайте возьмем с вами калькулятор И посчитаем что получается Дальше мы с вами подставляем числа И обратите внимание что это g не на земле А g вот на этой планете Оно равно 7 метров на секунду в квадрате И мы делим это Какое совпадение на 7 Вообще говоря тысяч Но там все-таки километры И давайте мы еще допишем 3 0 Потому что чтобы у нас здесь Внутри все-таки система си везде была Да как я получил 7000 километров 6200 плюс 800 r плюс h И еще перевел в си То есть получается мы 6200 километров Делим на корень из миллиона Потому что единичка здесь Семерка здесь сокращается То есть на 1000 И так как я здесь не переводил километры То я получу ответ В километрах в секунду Ой убил маркер Так и тогда в ответ Мы с вами запишем 6,2 километра в секунду Два груза связанные Нерастяжимой невесомой нитью Движутся по гладкому горизонтальному столу Под действием силы F Приложенной к грузу массы M1 Равному 2 килограммам Известно что нить может выдержать Нагрузку не более 12 ньютонов Чему равна масса второго груза Если нить обрывается При действии силы F Равной 20 ньютонов Давайте нарисуем Тут еще существенно обратить внимание Что стол у нас гладкий Это написано в условии Поэтому никакой силы трения здесь нет А какие же силы тут собственно говоря будут И нас интересуют именно силы по оси Х Получается нить мешает этому грузу двигаться вправо То есть она действует на правый груз влево А на левый груз Она понятное дело его тянет за собой То есть она как раз Он за счет нее будет двигаться И получается что Если мы распишем второй закон ньютона Для этого тела То у нас получится F минус T равно M1 умножить на A А так как эти два тела движутся вместе То и у этого груза будет ускорение A И у этого груза будет ускорение A Направленное в ту же сторону И тогда у нас получается T равно M2A Так как на второй груз Никакие больше ускорения у нас не действуют И теперь мы можем избавиться от вот этой лишней переменной От переменной A Ну например мы можем поделить верхнее уравнение на нижнее Один из способов Получается F минус T делить на T Равно M1 делить на M2 И отсюда сразу же легко выводится масса второго груза Она будет равна M1T делить на F минус T То есть получается масса второго груза будет 2 кг на 12 Делить на 20 минус 12 24 делить на 8 То есть масса второго груза 3 кг Ну вот и вся задача По горизонтальной поверхности стола из состояния покоя Движется брусок массой 12 кг Соединенный с грузом массой 0,3 кг Невесомой нерастяжимой нитью Перекинутой через гладкий невесомый блок Коэффициент трения бруска поверхности стола равен 0,1 Определите ускорение бруска Давайте сделаем рисунок Получается вот этот стол он не гладкий Тут у нас будет сила трения Направленная в противоположную сторону движения Ускорение у верхнего груза тогда будет направлено влево А у нижнего груза будет такое же ускорение Но направленное уже вниз Нить нерастяжима значит и тут и тут будет Сила натяжения нити Т Сюда действует М2Ж Сюда действует сила тяжести Сюда реакция опоры Ну и самое очевидное Это если в проекцию на ось У Расписать для верхнего тела Получается Н равно М1Ж Тогда сила трения для верхнего тела Опять же будет равна М1Ж И тогда по оси Х если расписывать Причем оси Х давайте все-таки влево направим У нас будет получаться Т Минус М1Ж Будет равно М1 умножить на ускорение вот этого груза Что касается нижнего груза Это уже понятное дело в проекцию на ось У мы будем расписывать Будет Т минус М2Ж Равно и тут очень важно не забыть Что это ускорение направлено вниз А ось У я направлял вверх И написать минус М2А Да и тут нам не нужно натяжение нити Поэтому давайте из верхнего уравнения Вычтем нижнее И тогда Т у нас просто сократится То есть вот так вот сделаем И мы в итоге имеем минус М1Ж Минус минус М2Ж То есть это даст нам плюс в итоге Равно и тут минус минус М2А Тоже даст плюс Давайте даже за скобку вынесем А И тогда у нас получается М1 плюс М2 на А И тогда ускорение у нас будет равно Ж М2 минус Мю М1 делить на М1 плюс М2 Тогда ускорение будет равно 10 И здесь вот мы подставляем с вами то что у нас есть уже М2 это 0,3 минус 0,1 умножить на 1 и 2 И все это делить на 1 и 2 плюс 0,3 1 и 5 на 1,5 То есть у нас будет 10 умножить на 0,3 минус И тут на один знак съезжает будет 0,12 То есть мы умножаем на 0,18 И тут делим на 1,5 То есть получаем 1,8 на 1,5 Ну то есть 18,15 Которые сокращаются на 3 Получаем 6,5 Что будет равняться 1,2 метра на секунду в квадрате Ну вот ребята мы решили с вами этот тест Если вам нравится этот формат То пожалуйста поддержите его лайком Перешлите своим друзьям Чтобы они тоже себя проверили И как бы сравнивайте кто круче в этой теме Я или ты Вот как бы есть повод для гордости Да И если вам также будет нравиться этот формат То мы выпустим все остальные разделы И касающиеся молекулярно-кинетической теории И законы сохранения Вот следующий раздел у нас будет Электричество, квантовое Вообще все-все будет Все ребятки Всем спасибо Ставьте лайк Подписывайтесь И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok